начинаем перископе мы уже начали общение как видно, как слышно в комнате дайте, пожалуйста, связь обратно так, отлично отлично слышно тоже очень многих уже знаю в лицо очень многих уже переписываемся общаемся ни на одном уже с вами фестивале виделись и дальше сейчас эта заставка у нас, видите традиционная чтобы когда была запись чтобы было какого дата вебинар чтобы их можно было как-то сравнивать и смотреть друг с другом а мы с вами еще ведем, друзья, и как раз сейчас уже учет это сколько дней осталось до эко-феста и сегодня наш счетчик показывает 58 дней видите 58 дней до очень важного события в нашей с вами жизни я думаю, что в моей друзья это уж точно вот про Юницкого я даже не смотрю это не обсуждается вот но я думаю, что те, кто с нами те, кто следит за проектом те, кто участвует в проекте те, кто сегодня продвигают этот проект многих людей кто я знаю уже не представляют свою жизнь без проекта Skyway вот для них это, конечно, друзья такое эпохальное событие это то, к чему мы шли последние три с половиной года то есть когда запустился Крауст Инвестинг та команда вот которого сейчас работает Виктор Бабурин и вот сектор вокруг Юницкого первый круг это уже там почти семь лет работа я чуть подольше в проекте недавно отметили мы 17-летие проекта ну а сам проект конечно Юницкий ведет уже более 45 лет то есть для него это вся жизнь вот и сейчас конечно когда каждый день есть определенные результаты когда каждый день как мы вместо спокойной ночи сегодня у нас уже такая своя скайвеевская культура друзья у нас родилась такая сначала в кругу наших молодых футурологов потом она распространилась на весь круг скайвея что когда мы обсуждаем итоги дня либо планерках оперативках либо таких то всегда заканчиваем день для скайвея прожить не зря это значит друзья что-то сделали сделали какой-то важный шаг ну а сейчас если говорить что произошло с прошлой недели вот Алексей вам подробнейшим расскажет образом о визите делегации наших индийских партнеров ну опять же в том плане что на следующей неделе начале или по-моему уже а уже послезавтра послезавтра Алексей и Виктор Бабурин и сам Юницкий вылетают в Индию для проведения дальнейших переговоров ну Алексей об этом более подробно расскажет как участник всего этого процесса поэтому следующий вебинар друзья 10 числа Алексей будет на выставке в Деле я буду на презентации в Братиславе там будет и крупная конференция и презентация Skyway поэтому обещать что 10 числа мы выйдем в эфир в обычном режиме друзья я не могу обещать как получится единственное что я могу точно говорить что будет Перископ с моей стороны это по презентации и вечером итоги дня я тоже в Перископе если получится включить комнату вебинар то в чатах нет информации значит друзья проведем вебинар в обычном режиме для Юни Sky вебинара то есть для наших европейских партнеров точно не будем проводить на следующей неделе потому что возможности технически открыть сразу 5 комнат одновременно в следующую среду не будет Алексей естественно будет выходить из Индии из Дели вот поэтому друзья через неделю уже 17 числа вебинар будет в обычном режиме как раз с последними новостями которые будут из Европы а я сейчас в предвкушении могу сказать друзья что событие которого мы ждали практически 2,5 месяца оно свершилось и в следующий в мой приезд когда я буду в Братиславе на следующей неделе я друзья обязательно вам об этом скажу и сделаю включение с участниками этого процесса я могу сказать что это конечно очень значимое событие для всего Skyway поэтому друзья движемся развиваемся и это сейчас радует с учетом того что до следующего этапа мы называем вот этот экофест 1 июля это будет отчет это друзья и финансовый отчет проделанной работе потому что мы сейчас делаем независимый аудит и сразу после экофеста то есть в течение лета будет представлен аудит именно оценка той работы которая сегодня переведена из интеллектуальной собственности уже в реальную осязаемую собственность и вы сами друзья поразитесь оценку это будет делать уже делает я могу сказать одна из таких ведущих компаний оценочных мира вот поэтому это очень достойные партнеры и на их мнение можно абсолютно четко положиться так вот друзья основной отчет который будет в экофесте это друзья о проделанной работе чтобы вы своими глазами на всему миру всем экспертам могли показать какой объем работы реально показывать потому что на прошлой вебинар я друзья пытался несколько вам представить чтобы вы понимали что сейчас идет логистика дерево целей то есть когда одновременно даже не десятки а сотни задач которые решаются конструкторским бюро которые решаются руководством компании лично юницким как инженером и как генеральным конструктором который ставит задачи соответственно разработчикам потом финансово это все дополняется исполнители контролируются и потом это все сдается под авторский надзор это друзья все очень серьезная работа причем вы понимаете это независимо от заливки фундамента под нашего дедушку юз 021 зим 131 или это скажем там крепление анкерных опор или сегодня монтаж путевой структуры потому что все это делается в экспериментальном уникальном единственном экземпляре поэтому здесь сегодня важно все и поэтому авторский надзор и контроль и задачи которые сегодня стоят вокруг для генерального конструктора они просто колоссальны я пытался на прошлом вебинаре до вас донести именно свое ощущение когда я посмотрел как и что идет подготовка к сегодня к экофесту вот поэтому здесь работа ведется просто колоссальная и второй очень важный момент вы тоже наверное друзья это обратили внимание я несколько раз применял термин это уже дерево целей который сводится в одной точке в одном месте это Марьина Горка 1 июля но сегодня мы работаем еще и в логике горизонта целей когда при приближении точки реально начинают отодвигаться цели и задачи и уже Юницкий в своих интервью говорил что и мы с вами друзья показывали именно в подтверждении этих слов что уже выбран участок и отведена земля 22 километра под скоростной участок и сразу после Экофеста начнется уже проектирование изготовления и строительства участков 22 километра для того чтобы выходить на скорости 200, 300, 400 а потом 500 километров в час это друзья нас ожидает как раз конец этого начала следующего года это уже когда все возможности технологий будут показаны то есть сейчас пока идут низкоскоростные то есть это 150 километров в час Юнибайк уже эти скорости показывает Юнибус сейчас в тестовом режиме пока не подготовлены к путевой структуре конечно таких скоростей не дает и задачи такой не стоит вот но постепенно все это увеличивается и по нагрузкам и по скоростям и все это друзья придет время тут у нас с нашими троллями любим сейчас общаться когда они говорят а когда это будет когда скажет придет и время когда покажем придет и ваше время соответственно когда мы ответим на эти вопросы вот поэтому сегодня горизонт целей у нас в основном конечно выходит уже в адресные проекты и адресных проектов формируются сегодня десятки и десятки и десятки вот поэтому то есть я думаю что к концу года мы закроем год вот сотню уже находящихся в работе адресных проектов это друзья дальнейшее развитие и прям буквально по результатам вот поездки на прошлой неделе индийской делегации что мы ожидаем уже от индийской выставки которая будет 10-12 мая уже непосредственно продвижение и появление конкретных договоренностей по еще ни одному и даже ни двум и даже ни трем адресным адресным проектом в Индии как сказал заместитель генерального директора Виктор Бабурин вот что Индия это вообще один большой адресный проект и сегодня по тем результатам по тем горизонтам которые сегодня открываются перед Skyway в Индии это просто не имеет границ а дальше друзья точно такие же горизонты и Филиппины и Индонезия и Малайзия и то есть это вся Юго-Восточная Азия сейчас активно начинается работа по Монголии по Вьетнаму ну и мы как раз в прошлый раз упоминали что ведется работа по Неваде по ну сейчас идет такие согласовательные позиции по презентации губернатора штата Невада по выбору проекта Лос-Анджелес Лас-Вегас через Неваду 382 километра и этот проект почему он очень важным я сейчас несколько остановлюсь друзья еще на одном ну я бы так сказал особенно для новичков которые только входят в проект очень много задают вопросов когда Веницкий и я был свидетелем когда один очень серьезный банкир который год почти ездил мы про него много рассказывали мы летали на его самолетах он там создавали компании он ходил 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 но так до сих пор и не принял для себя решение войти в проект это друзья как раз ничего страшного это показывает о том что такого рода банкиры и финансисты еще не готовы к входу в такой венчурный проект ну и друзья я могу сказать что это и слава богу это позволяет нам сегодня выходить все на большие горизонты уже венчурного финансирования народного финансирования крауд инвестинга и как мы уже проводили у нас сегодня количество стран участвующих в проекте больше чем зарегистрированных в ООН у нас сегодня уже перешло за 200 тысяч акционеров которые активно работают и более миллиона кто зарегистрировано в проекте поэтому друзья мы можем реально сказать что мы действительно сегодня развивающиеся и очень серьезная сила мы буквально после экофеста на экофесте вам будет объявлено еще об очень интересном направлении которое займет наш проект июнецкий фактически становится лидером такого мирового движения по мы это называем сегодня неогрин то есть новые зеленые то есть когда мы за мир во всем мире или за экологию во всем во всем во всем экологичном а мы реально сегодня из возможностей технологии шестого технологического уклада из возможностей технологии сегодня скайпека вот которая развивает сегодня инженерная школа юницкого Мы сегодня выходим уже в построение новой фактически экономической и социальной модели. Это уже эко-мир, это эко-пространство, когда на смену техногенной технологии, то есть техногенной цивилизации, которая живет и убивает все вокруг, то есть фактически гадит там, где находится. Вот оно убивает своих людей, то есть когда идет война между машиной и человеком, потому что друзья, сегодня на дорогах гибнет полтора миллиона человек в год и 15 миллионов становятся инвалидами. Это целая Москва. Вы можете представить Москва, которая одних инвалидов за год получившись увечья в автомобильной катастрофе на дороге, а за 10 лет вся Москва реально погибнет под колесами или в автомобильных катастрофах. Так вот, друзья, мы сейчас подходим к тому, что в Skyway и когда будет уже именно экогенная технология, ни одного человека не будет гибнуть на дорогах. Следующий момент, друзья, очень важный. Сегодня миллиарды тонн мы выбрасываем нефтепродуктов, сжигая, они нам возвращаются в виде серы, в виде тяжелых металлов, в виде кислотных дождей, в виде все, что эти миллиарды тонн откладываются сегодня в продуктах питания, мы это потребляем и платим за это своим здоровьем. И сегодня я из доклада Путина, который он делал в прошлом году по экологии, он привел цифру, что гибнет от экологических катастроф и от экологических последствий по отношению к автомобильной 1 к 20. То есть реально порядка 30 миллионов человек в год гибнет от последствий экологических катастроф и экологических последствий. И это, друзья, тоже не может сегодня, не то что не настораживать, это можно отмахиваться от этих цифр, но мы платим это за те блага, которыми мы пользуемся сегодня цивилизацией. Именно техногенной цивилизацией. Так вот, сейчас точно пришло время, что происходит смена технологических укладов, а технологический уклад это новые потребности, новые запросы цивилизации, запросы техники. И приходит время экогенной технологии, экогенным, соответственно, группе развития технологий, которую мы назвали SkyTech. И сегодня все это объединяется в единую такую мощную концепцию, мощную организацию, которую называют Экомир. И сегодня уже инженер Юницкий является мировым лидером с точки зрения постановки задач перед то, что какую землю мы оставим нашим наследникам, нашим потомкам. И есть очень хорошее такое выражение, которое идет еще от Экзупери о том, что мы нашу землю получили не в наследство от, точнее не по наследству от наших предков, а мы взяли ее взаймы у наших потомков. Потому что те посылки, которые мы сегодня отправляем нашим потомкам в виде изуродованной земли, в виде отравленной почвы, в виде радиоактивных отходов, в виде лунных пейзажей, где идет сегодня разработка месторождений, и в виде вот этих муравейников, где сегодня гибнут люди, это современные мегаполисы. Я думаю, что наши потомки не будут в восторге от той земли, экологии, которая им приходит. Так вот, пришло время менять, и еще 30 лет назад была поставлена задача, когда Юницкий взялся за решение к проблемам, показал, что 2-3 поколения, и может быть пройдена точка невозврата, когда цивилизация сама уничтожит себя, исходя из того, как она ведет себя сегодня в биосфере, то есть сегодня на земле. И пришло время это менять, то есть развитие технологий подошло к тому, что мы не могли отказаться от самолета последние 100 лет, потому что он давал скорость, и, соответственно, мы, перемещаясь на большие расстояния за считанные часы, платим за это здоровьем своих детей, потому что один самолет, пролетая в стратосфере, он сжигает озона реально с величиной среднеевропейскую страну, и при этом он выбрасывает загрязняющих веществ, это сотни тонн, которые выпадают к нам в виде серных дождей, соответственно, убивая все живое. Поэтому, друзья, мы меримся с этим, мы меримся с автомобилем, который сегодня убивает миллионы людей, который калечит десятки миллионов людей, и при этом выбрасывает столько, то есть это миллиарды тонн, то есть порядка 3-3,5 миллиардов тонн нефтепродуктов, которые мы сжигаем, и они опять же нам возвращаются в виде почвы, в виде воды, в виде продуктов, которые сегодня есть. Мы опять за это платим своим здоровьем, но мы не можем сегодня свою жизнь представить без автомобиля, потому что нет альтернативы. Сегодня пришло время сказать, что группа Skyway, которая входит в Холген, в SkyTech, в SkyTech Holdings, то есть объединяющие технологии шестого технологического уклада, готова представить новый концепт, новый эко-мира, который сегодня уберет проблемы, которые мы сегодня имеем. То есть мы будем перемещаться быстро и дешево, не нарушая экологию, то есть без автомобилей, а на электротяге, электричеством, которое будем сами вырабатывать из экологических, соответственно, источников. Мы уйдем от самолетов, потому что эти птеродактели цивилизации, сегодня убивающие фактически атмосферу, они будут заменены на юнилеты, которые будут двигаться со скоростями сначала 300-400, потом 500-600 км в час, это предел в атмосфере перемещения. А дальше сегодня уже есть решение, и мы тоже об этом не раз говорили, что дальше SkyWay уже перейдет в гиперскорости, это скорость уже 1250 км в час, совсем с другой энергетикой, совсем с другими затратами. Это все, друзья, уже реализуется, и в эко-технопарке это сегодня все строится. То, что мы говорим, это сегодня уже не какое-то отдаленное или призрачное будущее, это сегодня то, что сегодня создает инженерная школа Юницкого. Это то, что сегодня уже реализуется, и благодаря народному финансированию, благодаря краудинвестингу, то есть той финансовой юридической схемы, финансо-юридической конструкции, которая сегодня отстроена, она позволяет привлекать сегодня сотни тысяч людей для того, чтобы реализовать те задачи, о которых мы сегодня говорим. Очень много задают вопросов мне здесь по дивидендам, по капитализации, там назовите сроки, когда... Поэтому, друзья, мы для этого специально введем вебинары, рассказываем и будем еще говорить об этом. Просто прошлый вебинар мы проводили именно в Экофесте, в преддверии Экофеста, чтобы показать цели и задачи, которые выполняются и строятся, и я вам показал значимость того, что вы увидите. Перед этим 12 апреля мы показали именно космическую составляющую, в прямом смысле, не то, что космическое, высокое и далекое, а в прямом смысле, что сегодня мы уже стоим в преддверии не то, что шестого, а седьмого технологического уклада, где будет освоение ближнего космоса, и инженерная школа, это то, что мы сегодня делаем, то, что Юницкий предложил еще 35 лет назад, сегодня это начинает реализовываться, и мы шаг за шагом по алгоритму реализуем сегодня эти задачи. И естественно, что мы закладывая сегодня в венчурности именно дискаунты, которые сегодня являются венчурной премией, это достойное вознаграждение тех, кто на сегодняшнем этапе входит в проект, кто верит, кто доверяет, кто смотрит, изучает и позволяет себе рисковать и входить в этот проект, это, друзья, как раз те, кто будут дальше претендовать на те премии, венчурные премии, которые сегодня закладываются в проекте. Мы создали такую сегодня финансово-юридическую конструкцию, которая позволяет партнеру, который сегодня рискует инвестициями и входит в венчурную стадию, иметь шансы получить очень серьезное за это вознаграждение. И мы отстроили систему, когда реализация каждого адресного проекта будет увеличивать капитализацию и увеличивать, соответственно, доходность на те инвестиции, которые приходят. Естественно, друзья, что это не в один день, не в один момент, и мы сразу говорили, что 15 этапов, на которых сегодня мы находимся на девятом этапе, и не исключено, вполне не исключено, что еще до Экофеста будет переход на десятый этап, может быть, сразу после Экофеста будет переход на десятый этап, то есть значительное снижение премии, потому что сейчас приходят все больше и больше крупных инвесторов, а мы говорили, что крупные инвестиции должны приходить на все меньше и меньше дисконт, потому что одно дело, когда приходили сотни тысяч людей, которые позволяли себе инвестировать и рисковать небольшими деньгами, потому что проект был крайне рисковый и еще не имел тех очертаний, как сегодня, и когда уже есть заказы и уже идут сегодня реализации адресных проектов, тот, кто входит на крупные инвестиции, естественно, что должны быть меньше дисконты, и это абсолютно справедливо. И я уже упомянул сегодня одного уважаемого мною банкира и финансиста, который год практически изучал проект, но так для себя и не переступил рисковость. Так вот, он задал вопрос, исходя из того, когда он увидел, как Юницкий, мы провели его по ферме, по там, где выращивается гумус, где грядки, где новые технологии, соответственно, именно связанные с развитием уже такого сельского направления, то есть все, что связано с продуктами питания и со средой обитания человека. И он не понял, говорит, я же речь ввел о транспорте, а почему вы мне сегодня показываете сельское хозяйство, почему вы говорите, что гумус – это такая важная вещь. Этих вопросов много, друзья, мы сегодня слышим, и сейчас буквально мы с Алексеем коротко, друзья, вам дадим понять и покажем, чтобы вы для себя понимали, почему крайне важно и капитализация вообще всего проекта Skyway, а это целое такое, все, что связано с биоинженерией, то есть создание новых почв, нового гумуса, который позволяет сегодня совсем на другой уровень вывести сельское хозяйство, это крайне важно. И приведу такой пример на проекте, который мы сегодня прорабатываем в Соединенных Штатах, это проект Лос-Анджелес-Лас-Вегас, который идет 382 километра через пустыню Невана. То есть если кто не знает, что это такое, войдите в интернет, посмотрите, то есть это скально-песчаные породы, это каньоны, вот, соответственно, это абсолютно безжизненное пространство, единственное, что там интересного, это туристическое направление, связанное с вот этим посещением вот этих вот великих каньонов. Вот, соответственно, больше с тем, как сколько там солнца и отсутствие воды, там больше ничего делать не интересно. Так вот, сегодня проект, который мы начали разрабатывать и смотреть с точки зрения просто транспортного проекта, соединения одной точки с другой, и это Лос-Анджелес-Лас-Вегас и перевозка, как минимум, 150 тысяч пассажиров, это начальные, соответственно, параметры, которые начали разрабатываться. Но потом, по мере вникания и разработки этого проекта, Юницкий предложил вариант, что не просто построить трассу из одной точки в другую, а чтобы она была уже в логике линейного города. То есть когда на расстоянии 5-10 километров строится высотная доминанта, которая является одновременно станцией пересадки или смены скорости высокоскоростного Skyway на низкоскоростной, то есть с 500 на 150 километров, а со временем, ну, 1200 там на 380 километров смысла нету ставить, но 500 километров это вполне достаточная скорость. То есть станции пересадки, то есть сейчас вот вы видите это для горестой местности, это делалось для Красноярска, там, ну, там, где горы, тайга, вот, а реально вот для Невады прорабатывается точно такой же проект, но там, где стоят доминанты в пустыне, где есть, как вы видите, поверху низкоскоростной Skyway 150 километров в час, а по низу идет высокоскоростной со скоростью 500. Так вот, когда посчитали о том, что эти доминанты, эти станции пересадки, а вот отличная, кстати, вот сейчас слайд вот этот, который Алексей поставил, вот это как раз, друзья, то, что вы сейчас видите, это песчаное побережье, это песок, и песок превращается в уже абсолютно плодородную почву, где растет. Так вот, друзья, само строительство в Неваде, такого линейного города, оно позволит ввести порядка где-то 20-25 миллионов квадратных метров коммерческого жилья, а это, ну, практически, там удвоение того, что сегодня есть и там, и там. И, с другой стороны, это строительство уже территории, пригодной для жилья вокруг такой доминанта. Но что самое главное, друзья, и вот это я прошу четко вам понимать, чем отличается Skyway от всех других, не то, что транспортных, коммуникационных систем. Потому что, когда мне самое смешное слышать такой вопрос, а чем вы отличаетесь, допустим, от монорельс? Вот я в прошлый раз вам говорил, что наша эстакада, это как минимум 6 транспортных систем в одной, а если добавить туда энергию и оптиковое локно, то это 8 транспортных систем, то ни одна, естественно, система не может с этим сегодня не то, что конкурировать, она даже не может близко дать такие характеристики, как сегодня. Это все равно, что сравнивать сегодня, помните, проводной телефон, который диском набирался, когда надо было позвонить, и сегодняшний современный смартфон. В принципе, и то, и то устройство может позвонить, но смартфон при этом выполняет еще десятки, сотни, тысячи различных функций, начиная от Skype, Viber, GPS, видео, фотосъемки. А сейчас у меня тут новый смартфон появился, который Samsung, друзья, я до сих пор не могу привыкнуть к качеству изображений видеокамеры, которые там есть. Это просто фантастика. И вопрос, вспомните, я люблю эти аналогии проводить, что если бы в 90-м году, это те, кто немножко постарше, вам задали вопрос, а с каким качеством снимает или фотографирует и передает ваш телефон, вот этот дисковый, вспомните, вам в голову не могло прийти, что ваш телефон, где вы крутите диск, может снимать, фотографировать видео, связываться со спутником, передавать сигнал. Это просто абсолютная глупость. Не говоря уже этот вопрос, я пошел на работу и забыл свой телефон дома. А сегодня, друзья, это абсолютная реальность и качество выходит, то есть вот эта конкуренция на рынке, то есть тот Samsung S8+, который я сегодня представил, я считаю, это просто как бы там верх, я не рекламирую, друзья, Samsung, просто я люблю Android, люблю, так сказать, это направление, тем более, что у меня старый, уже совсем заглюченный телефон, вот это самое, пришлось сейчас воспользоваться новым. Так вот, друзья, это развитие технологии, она просто поражает. Это то, что, друзья, в пятом технологическом укладе, и это тоже, друзья, привожу не просто так, то есть вы должны привыкнуть к мыслю, что с какой скоростью, то есть за 10 лет, как вышли на рынок смартфоны, сейчас это уже 15 или 16 поколение. Так вот, друзья, ровно с этой мыслью, я говорю, что с такой же скоростью, даже более высокая будет развиваться Skyway. И через 10 лет транспортная система будет уже по всему миру, вы можете будете проехать в своем юнибайке и не сходя со своего кресла в своих тапочках, ну, как Антон говорит, можно посеком, из любой точки мира в любую точку мира. И это не какие-то заоблачные дали, это уже сегодняшняя реальность. Так вот, друзья, Невада, пустыня, которая сегодня абсолютно безжизненная и земля, в которой сегодня стоит ноль, через в течение 10 лет превратится в цветущий сад, потому что вот это, друзья, прошу обратить внимание. Сама технология Skyway построена и отработана таким образом, почему общая у нее сцепка с биоинженерией, с тем, что производит ГУМОС, что эксплуатация и выработка электроэнергии, которая идет на потребление и перевозку пассажиров и грузов. То есть вы помните, что Skyway не потребляет ни одного килограмма и ни одного литра топлива, ни одного киловатта извне. То есть она все вырабатывает сама, только на возобновляемых источниках. Так вот, вторая технология, которая накладывается сегодня на именно транспортную, это технология производства ГУМОСа. ГУМОС – это то, что в природе создается десятками миллионов лет, соответственно, сегодня биоинженерия позволяет это делать сегодня в считанные месяцы или даже недели. Соответственно, ГУМОС – это сегодня высокопроизводительный природный продукт, добавление которого в почву, скажем так, 10%, если добавить его к чистому песку или вот этому грунту, который есть в Неваде, превращает по плодородности эту смесь в близкий к Воронежскому чернозему. Соответственно, вдоль трассы, которая становится автоматически линейным городом, начинается постепенно обогащаться почва. И здесь, друзья, я прошу обратить внимание, что вокруг железных дорог, вокруг аэропортов сегодня происходит постепенное умирание экосферы, биосферы. Вокруг Скайвея начинается регенерация, начинается восстановление там, где не было создания почвы. И таким образом вся вот эта полоска, допустим, в 20 километров и в 380 километров в длину, то есть это более около 800 квадратных километров, через 10 лет превратится в абсолютно плодородную эксплуатируемую территорию, которая и прокормит людей, которые на ней живут, и еще будет вовне давать очень серьезные ресурсы, биоресурсы. И люди, которые будут жить в этом городе, в линейном городе, каждый будет иметь как минимум полгектара земли. Соответственно, это земля, на которой находится его ферма, личная ранчо. Наверху это делается, соответственно, плодородные участки. Вы это тоже, друзья, увидите, но не на экофесте, а буквально к осени будет уже Юницкий как фермер демонстрировать уже это направление. То есть эко-дома и экофермы. Соответственно, каждая такая эко-ранчо, в которой будут жить американцы, она может прокормить семью из 10 человек, которые живут в этом доме. И это, друзья, абсолютная реальность. Мы сегодня подходим к тому, что эти две технологии дополняют друг другу. И еще раз вам прошу акцентировать внимание, что то теплоэлектроэнергия, которая будет вырабатываться для трассы, она параллельно будет нарабатывать гумус. Таким образом, сама трасса становится фермой по выращиванию и созданию этого гумуса, который будет и улучшать почвы, которые сегодня есть, и регенерировать то, что сегодня убито агрохимией, то, что убита сегодня техногенная цивилизация, которая выбрасывает миллиарды и миллиарды тонн переработанных нефтепродуктов. Сегодня экогенная технология, которая идет на группе технологий SkyTech, будет это регенерировать, восстанавливать и, соответственно, превращать это в новую экогенную технологию. И мы будем реально создавать эко-мир, который будет очень комфортный для проживания. Поэтому на этом я прошу акцентировать ваше внимание, что трасса SkyWay, которая в автомате является линейным городом, который является и, соответственно, выработкой электроэнергии для собственного потребления тех, кто живет вокруг. Так вот, друзья, это еще и является фабрикой по регенерации и почвы, и выработке гумуса, который реально будет менять все сельское хозяйство. Я не буду вам сейчас останавливаться на том, что такое гумус, почему он сегодня так необходим, почему без него сельское хозяйство развиваться не будет. Это, друзья, новое поколение, новое развитие, соответственно, сельского хозяйства, которое сегодня делает производство продуктов сельхозназначения 100% экологичнее. Ни один, ни два, ни пять, как сегодня работает технология, которая сегодня химии убивает фактически всю флору, которая находится в почве. То, что сегодня делается в сельском хозяйстве, это, друзья, просто варварство. Но другого, опять же, техногенная цивилизация не может себе позволить, потому что если она сегодня не будет сыпать химию туда, эти пестициды, фосфаты, то просто упадет урожайность и будет голым. Поэтому сегодня, сегодняшняя агроиндустрия, она занимается убийством почвы, но благодаря этому получает производительность, получает урожайность. Мы сегодня будем переводить это в агро уже технологию третьего тысячелетия, то есть в технологию шестого технологического уклада СкайТека, где с помощью гумуса будет 100% восстановленная экологичность. И мы будем с вами питаться абсолютно другими продуктами, которые будут выращены на том участке, где вы живете, или там в соседнем, где вы будете видеть, как это будет происходить. Соответственно, это будут абсолютно экологичные продукты, связанные с животноводством, и с виноградарством, и с производством всех остальных фруктов и овощей. И все это, друзья, накладывается на СкайВей, таким образом, среда обитания. Мы почему, друзья, сегодня уже отходим именно от чисто направления, что СкайВей – это только дорога, что мы с вами создаем только технологию транспорта. Нет, друзья, мы сегодня с вами создаем и технологию транспорта, и технологию информационных коммуникаций, и энергетических коммуникаций. Дальше мы с вами создаем новую среду обитания, это линейные города, которые будут еще, соответственно, в логике экоферм, где будет создаваться новое эко-пространство, эко-мир, которое будет абсолютно комфортное для проживания, которое будет абсолютно соответственно, очень благоприятным для развития. И если говорить о линейном городе, линейном городе, который будет в России, допустим, от Санкт-Петербурга до Владивостока, длиной около 10 тысяч километров, то там вполне может проживать 500 миллионов человек, абсолютно в комфортных условиях, это люди, которые не будут знать, что такое пробки, что такое смоги, что такое отравленные продукты, что такое некачественная вода, что такое некачественный, соответственно, воздух. И второе, они не будут еще знать, что такое безработица или что такое сегодня проживание за чертой бедности, потому что система, которая будет построена в эко-мире, она позволяет решать все эти задачи. И поэтому сегодня, почему это невозможно делать сегодня? Потому что вот для того, чтобы сделать вот эту зеленую полосу между, соответственно, Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом, надо завести порядка 85-90 миллионов тонн в умозах. То есть это сегодня вся пропускная способность Транссиба 100 миллионов тонн. То есть, другими словами, надо построить специальную железную дорогу, чтобы туда привести переработанный торф или уголь для того, чтобы создать этот гумус. Естественно, что в сегодняшних условиях это невозможно. Это очень дорого и никакие затраты на это. Так, что у нас тут, Андрей, так сказать, это? Тролли появились. Ну ладно, Андрей, ты там сам с ними разбирайся. Вот, потому что, я говорю, их время приходит, как когда, по мере того, как мы все будем показывать, им будет все сложнее и сложнее. Вот. Так вот, друзья, сегодня еще раз прошу тоже на это обратить внимание. Это то, что я сегодня четко акцентирую внимание. Группа компаний SkyTech Technologies, то есть куда входит Skyway, и сегодня то, что идет в общую концепцию мира, эко-мир, это то, что решает комплексную задачу освоения территории. И сюда входит сразу и рекультивация, если там загажена почва, и создание новых почв, если там почва сегодня непригодная для, сейчас секундочку, друзья, непригодная для проживания, то есть если это пустыня, там Невада, допустим, там или еще так, или Сахара, где сегодня ведутся проработки адресных проектов. Это то, что, друзья, сегодня позволяет создавать новые участки, и они становятся пригодными и комфортными для проживания. Соответственно, все это вместе позволяет получить эффекты, то есть сегодня мы с экономической точки зрения, друзья, считаем, и я могу сказать, что общая эффективность проекта, то есть вот инвестиции, которые идут в Skyway, они увеличиваются на порядок, потому что рынок, который мы сегодня создаем, это помимо транспортных перевозок, еще затрагивает и рынок сельхозпродукции, и рынок жилья, девелоперский, и еще очень много вопросов, которые сегодня и при синэнергии этих направлений получается совсем другой эффект. Поэтому то, что сегодня создается в Экотехнопарке, то, что вы увидите 1 июля, это, друзья, как раз будет несколько задач, которые мы сегодня перед собой ставим. Первое – это отчет, то, что сделано, то, что создается, с оценкой, соответственно, того, что уже сегодня сделано. И самое главное – это показ тех трендов, тех направлений, которые будут развиваться дальше. Вот, и, соответственно, это то направление, которое сегодня, на наш взгляд, крайне интересное, крайне эффективное, и то, что сегодня уже Юницкий не как, как он сегодня любит говорить, что я не только инженер, я еще и фермер. Так вот, друзья, с точки зрения технологии SkyTech, то, что происходит наложение этих направлений, это сегодня получается настолько серьезный эффект с точки зрения экономики, что сегодня я бы, наверное, не взялся оценить даже приблизительно стоимость той земли, которая будет возникать. Вот, мы с нашими американскими партнерами попытались оценить проект именно в долларовом эквиваленте, сколько будет стоить Земля и вот этот вот участок линейного города Лос-Анджелес, Лос-Вегас, и мы где-то остановились пока на двух, двух с половиной триллионов долларов. Друзья, это только один проект. Это не то, что я вам называю какие-то космические цифры, это, друзья, все абсолютно реальность, это абсолютно стоимость Земли, которая в эксплуатации, которая сегодня еще и дает очень серьезную такую урожайность. Так вот, на сегодняшний момент стоимость этой земли ноль, через 10 лет стоимость этой земли, только земли превысит, ну там, полтора триллиона плюс то, что будет давать дорогу эффект. Поэтому сегодня, конечно, очень сложно оперировать такими цифрами и такими понятиями. Это точно так же, друзья, как 20 лет назад было невозможно оперировать объемами информации, которые сегодня передаются, и объемом рынка, который создал мобильный телефон, а потом мобильный интернет. Так вот, друзья, еще раз, чтобы вы четко понимали, сравнивать Skyway трассу с сегодняшними транспортными системами, это все равно, что сравнивать современный смартфон с проводным дисковым телефоном. Вот это я прошу, чтобы вы четко все понимали. А эффекты, которые мы сегодня вам расскажем, это просто одна, даже не десятая, а сотая часть того, что дает инженерная школа Юницкого, что дает сегодня группа технологий SkyTech и то, что будет реально в создаваемом нами эко-мире, который сегодня набирает обороты. Поэтому здесь каждый дальше для себя может принимать решение, интересно ему, неинтересно. Стоит решать задачу о том, что сегодня полтора миллиона человек в мире гибнет, или эта задача сегодня неинтересная для решения, только дивиденды, которые сегодня дают инвестиции, которые приходят. Стоит нам сегодня работать над созданием биоинженерии, которая позволит создавать и рекультивировать, либо создавать новые почвы, или это опять неинтересная задача. Так вот, друзья, я вам сегодня говорю, что все это вместе в эко-технопарке сегодня существует, все это создается, и весь эффект, который сегодня накладывается, он будет только увеличивать и увеличивать доход на те возможные, друзья, тут, скажем так, прибыли, которые закладываются сегодня в венчурных премиях в виде дискаунтов. И здесь, друзья, я могу сказать, что мы можем точно вам гарантировать, что эти технологии будут создаваться и постепенно демонстрироваться, что они будут давать все энергетические эффекты, что спрос на адресные проекты будет только расти, потому что мы это видим, скажем так, на том, как это происходит за последнее время и как это развивается дальше. И это, друзья, как раз наша работа. А вот отвечать на вопросы, когда будут дивиденды, когда я могу продать свои акции и сколько я на этом заработаю, здесь я, друзья, могу ответить, что скоро и, наверное, сколько-то. Это то, что касается этих вопросов, связанных когда и сколько. Вот, друзья, на этом я свою часть сейчас завершаю, передаю слово Алексею. Алексей, как всегда, дает свое очень интересное, свой взгляд со своего представления о том, что происходит молодого директора SkyWay, тем более участника всех процессов переговоров с Юго-Восточной Азией. Он вам как раз расскажет и об Индии, и о тех ожиданиях, которые у нас есть на ближайшее время, связанные с конкретными адресными проектами. Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Что-то подтормаживает, возможно. Но я сейчас не должно подтормаживать. Сегодня у нас замечательная тема, тоже одна из любимых наших с Сергеем Анатольевичем тем, помимо космоса, это то, что ближе к Земле, так скажем, ближе к реальности. Хотя, поверьте нам на слово, что мы рассказывали в вебинаре на день космонавтики. Это абсолютно реальность, и мы к этому придем. Но хотелось бы остановиться на SkyAgro. И это направление, эту терминологию мы закладывали еще два года назад, естественно, основываясь на трудах Анатолия Эдуардовича Юницкого. И вообще, почитайте еще в 80-х годах публикации, монографии. Обязательно всем рекомендую ознакомиться с ЭКО-миром. Там вы увидите переплетение и именно унификацию, соединение, синергетический эффект всех технологий, как транспортных, так инфраструктурных, так и микробиологических, которые были описаны давно. И сейчас они приобретают уже четкие очертания реально действующей технологии. Я могу вам сказать, что я абсолютно предпочитаю и люблю говорить о том, что я видел своими глазами. Микробиологическое направление SkyWay я видел своими глазами. Я даже осизал это и, соответственно, как у всего сельского хозяйства не мне ли говорить, как инженеру с углубленным знанием французского языка и сельскохозяйственных машин, как это направление собственно выглядит. И я могу сказать, что традиционно я могу описать, каким было сельское хозяйство, но то, какое сельское хозяйство станет и насколько оно поменяется, это невозможно на сегодняшний день представить, дорогие друзья. И какой будет экономический эффект, мы можем лишь предполагать. Вот Кирилл Бадули на своем интервью дал, что это огромный экономический эффект. И, собственно, когда он был в командировке в Улан-Удэ и общался с Алексеем Сиденовым, наш партнер, который сейчас является главой республики Бурятия. И ранее вы помните, что он работал в Министерстве транспорта Российской Федерации. Также Петр Шаблин, руководитель и доктор медицинских наук ПЭМ-центр, соответственно, он сейчас является тоже партнером Анатолия Эдуардовича по микробиологическому направлению. И что радует, дорогие друзья, несмотря на то, что весь мир сейчас говорит наоборот о био-наноинженерии, то есть создавать что-то искусственно в уже нарушенной абсолютно сфере оболочки, то есть я имею в виду человека, то есть зачем лечить, если можно изначально выращивать экологически чистые продукты. Кто из Челябинска меня поймет абсолютно, и мы наблюдаем свечение от чуриловских теплиц, кто из Челябинска, я думаю, улыбнется в этот момент, и это свечение не от хорошей жизни. То есть это пестициды, это особые условия для выращивания, и сейчас ту сельскохозяйственную продукцию, которую мы приобретаем в магазинах, она, во-первых, имеет непонятный вкус, абсолютно ненасыщенный. Если хочется чуть-чуть более насыщенную сельскохозяйственную продукцию, то, пожалуйста, будьте готовы заплатить 100-150 рублей за килограмм яблок, допустим. Ну и я не говорю уже про огурцы, которые сейчас выращивают по китайским технологиям. Если говорить про Китай, дамы и господа, то Китай это как раз-таки одна из тех стран, которая роет сама себе яму в плане экологии. То есть сейчас у них написана белая бумага, белая стратегия по продлению высокоскоростных трасс. У нас сейчас в России, к сожалению, либо к счастью, высокоскоростных трасс нет, но на самом деле замечательно, что мы не начали строить по китайской технологии, по немецкой технологии. И дай бог мы начнем строить по технологии Skyway, и полетят юнилеты по полям, по степям нашей необъятной родины. И, дорогие друзья, очень сильно пошатнули экологию китайцы. И то, что у них было в стране, собственно, равнины, и природная действительно экосистема сейчас погрязла в мегаполисах, в гигантских городах, в небоскребах. И 10 квадратных метров на территорию именно проживания стандартного китайца, рабочего класса, это лучшие условия. То есть вот сейчас в это превратилась их жизнь. И не хотелось бы, чтобы наша жизнь именно россиян также следовала этому пути, когда начнут строиться высокоскоростные трассы. Я хочу отметить тот факт, что в 2015 году на конференции по климату в Париже, то есть это 21 конференция, проводимая в рамках международной конвенции ООН об изменении климата, и мы об этом общались с господином Чангом во время поездки в Индонезию. То есть у меня была встреча с бывшим директором по изменению климата ООН, он отметил то, что это очень серьезная задача, и сейчас она невыполнима, и сейчас многие целые технологические, экологические, микробиологические холдинги думают, как это решить, не то чтобы даже получить экономический эффект, а чтобы предотвратить эту ситуацию. То есть сейчас вы видите, что постепенно все технологии у нас переходят на зеленое направление, то есть есть страны, которые отказались от дизеля, и в этой логике тоже естественно это не только безопасный, естественно не только эффективный транспорт, это и экологичный транспорт. Но и это все понятно, дорогие друзья, хотелось бы остановиться на направлении именно Sky Agro. То есть то, что мы рассказывали с Сергеем Анатольевичем, то, что вот в анкерных опорах могут располагаться теплицы, это не просто будут офисные развлекательные какие-то помещения жилые, помещения и станции Skyway, но и могут там находиться теплицы, будет именно такая природовозобновляемая технология, будет использоваться, перевозиться гумус, но на тот момент не было понимания, я честно признаюсь, у меня лично не было понимания, а как вообще этот гумус будет производиться. И приоткрыли завесу тайны, нам пописывая проект многопрофильного инновационного кластера на базе гусино-озерской ГРЭС. То есть это, дорогие друзья, реальный проект, который может обладать реальной капитализацией, который обсуждался с руководителем Республики Бурятия Алексеем Сыденовым и, собственно, это высокоприбыльный проект. Так вот, в чем заключается это направление, дорогие друзья? В чем заключается SkyAgro? В первую очередь есть направление и описание, такая блок-схема, визуализация, и очень понятно будет. То есть в чем заключается унифицированность вообще? Тут я могу сказать вообще всей технологической школы и биоинженерной школы, также SkyWay. Вот, к примеру, есть угольная шахта, то есть какое-то месторождение. С него поставляется уголь с помощью наших юнитраков с потенциалом грузопотока до 250 миллионов тонн в год на ТЭЦ. Что с этим с углем обычно происходит? Обычно этот уголь сжигается и, естественно, загрязняется окружающая среда. Естественно, уровень CO2 повышается и по уровню CO2. Я чуть попозже вам сброшу статью. Дорогие друзья, кто владеет английским, пожалуйста, ознакомьтесь, потому что это действительно достаточно плачевная ситуация. И дальше все отходы по традиционной технологии, которая сейчас существует, они идут в отходы. То есть они идут в реки, они идут в озера, они еще раз загрязняют нашу окружающую среду, помимо загрязнения воздуха. Так вот, Анатолий Эдуардович придумал, каким образом, причем придумал еще более 35 лет назад, каким образом эти отходы, во-первых, капитализировать, но это не во-первых, на самом деле, это во-вторых, во-третьих, но во-первых, каким образом эти отходы использовать и действительно направить на сохранение природы, на производство гумуса, на производство плодородного слоя почвы в данном случае. И я могу сказать, что гумус это достаточно такой вот высокоприбыльный продукт, который будет экспортироваться по всему миру. Более того, такие кластеры, микробиологические и инженерные и технологические объединенные унифицированные кластеры SkyWay, они могут взращиваться и создаваться в различных городах по всему земному шару. И, естественно, страны и города будут в этом заинтересованы, потому что от гумуса, соответственно, следует транспортировка этого гумуса, естественно, через систему SkyWay, то есть тут у нас уже с транспортировкой проблем никаких не будет, в теплицы и фермы, где будут производиться абсолютно экологически чистые продукты. Я специально сравнивал, в отеле я попробовал ту зелень, которую подавали в отеле, и это, так скажем, неплохой отель, отель «Ренессанс» в Минске, по идее, там должны быть максимально экологически чистые продукты. Запомнил, какого вкуса огурцы, помидоры, и потом сравнил, вообще, насколько отличается с тем, что уже растет на экотехнопарке. И, соответственно, поэтому можно называть Анатолия Эдуардовича в том числе и фермером, потому что он занимается и сельскохозяйственным направлением. И, более того, я могу сказать, что это не менее серьезное направление, чем проект SkyWay в транспортной и вообще инфраструктурной составляющей. И, соответственно, это уже выходит в логику тех городов, тех моногородов, тех объединенных линейных городов, которые нужно будет как-то кормить. То есть, основная задача государства, дорогие друзья, обеспечить унифицированную систему роста рабочих мест, повышение образования, повышение качества жизни. И, как Сергей Анатольевич сказал, абсолютно у нас закладывается именно логика повышения качества жизни. Более того, настанет время, дорогие друзья, когда качество жизни, именно каким образом уже не SkyWay, а Экомир повысит качество жизни в экономическом эффекте, в конкретном соотношении, даже в долларах, даже в виде интеллектуальной оценки непосредственно на каждого живущего на планете Земля. То есть, будет расчет именно по той статистике, по тому количеству населения, которое уже будет на тот момент. И это, дорогие друзья, также планируется, потому что, скорее всего, ни одна технология, ни один холдинг, ни одна корпорация не занимается настолько всеобъемлющим, унифицированными направлениями. И, соответственно, я могу сказать, что у нас будет ответ, как прокормить эти города, линейные города, потому что были такие вопросы, а каким образом вы будете доставлять продукты питания, каким образом вы будете доставлять молоко, яйца, мясо, овощи. Вот, дорогие друзья, этот ответ. И это действительно клан Дайк, который поразил и Алла Аль-Шаир, когда Анатолий Эдуардович рассказал ему, что из ваших пустынь мы сможем сделать плодородные, действительно райские сады, и у вас не будет вообще стоять такой проблемы, как, к примеру, завозить откуда-то сельскохозяйственные продукты. Вы сможете выращивать на ваших территориях. Естественно, Алла Аль-Шаир полностью был этим поражен, но первопроходцам в этом направлении и первым серьезным чиновником в прошлом и первым серьезным партнером Skyway являлся, естественно, Родхук, когда он уже заложил связь с островными государствами, которые находятся вблизи Австралии, каким образом можно вообще сельскохозяйством масштабировать и перевозить с помощью технологии Skyway и закладывать плодородные новые слои почвы в тех регионах, где, допустим, пустыня в той же Австралии. Родхук был поражен и сформировалось понятие, как комплексное освоение территории. Так вот, мы сейчас можем говорить о том, что комплексное освоение территории происходит не только с помощью транспортной составляющей, не только с помощью единой инфраструктуры. Это единое транспортное, энергетическое, коммуникационное, информационное, даже закладываем сейчас социальное и финансовое. Сейчас еще тут и сельскохозяйственная сеть, и агросеть. Соответственно, это идет в логике того, что вы увидели в новостях, дорогие друзья. Я с удовольствием читал комментарии. И настанет время, мы начнем евангелистику и, так скажем, изучение САЗОВ, системы блокчейн. И вы видели, что в головной кампании, в RSV, было введено именно нотариальное подтверждение сертификата на базе проекта на основе блокчейн Стэмпери. И это, дорогие друзья, первые шаги. Я могу сказать, что всю эту унифицированность и все направления, которые мы закладываем сюда, ее нужно будет как-то учитывать, ее нужно будет всю информацию как-то распределять, защищать. И сейчас мы смотрим, какие системы подходят под это все. На первый взгляд подходит блокчейн. Естественно, это колоссальный объем работы, колоссальный объем анализа, в первую очередь. И мы будем следовать шаг за шагом. Собственно, примерно в том темпе, как примерно чуть больше полугода назад Виктор Игоревич Бабурин рассказал о том, что мы планируем вводить это. Через полгода чуть больше мы как и декларировали, так и показали, что мы это ввели. И, соответственно, сейчас мы можем сказать, что понимая эту всю сферу, у нас есть понимание, каким образом это все синхронизировать и учитывать, чтобы это действительно работало на автомате. И несколько слов, дорогие друзья, о визите, о визите министра транспорта не всей Индии, чтобы нас не коверкали, так скажем, тролли. И мы не любим искажать информацию Сергею Анатольевичем, потому что столкнулись с тем, что разные партнеры с наших разных стран, именно по этой причине мы юни-вебинары, юни-скай-вебинары стали вести, потому что информация действительно искажается. Судхир Шарма, министр городского развития в правительстве Химачал Прадеш, то есть это замечательные штаты индийские, которые обладают колоссальным туристическим потенциалом, но огромной проблемой то, что погромная сейсмоопасность, то есть от 5 до 9 баллов достигает по шкале Рихтера сила землетрясений, и, естественно, горная местность. То есть я сколько путешествовал по странам, помню, что несмотря на то, что, казалось бы, Skyway можно пройти по прямой, традиционным видом транспорта нужно юлить и петлять часами. Что касается, допустим, первичного проекта, который планируется, и министр городского развития подтвердил, что несмотря на то, что там планируется тендер, у Skyway не то, что огромное количество шансов, только Skyway будут тут рассматривать, и в этой логике также посещение выставки «Умные города» с 10 по 12 мая пройдет эта выставка. И сейчас, дорогие друзья, я обязательно сброшу сообщение, которое на всех наших ресурсах появится. Пожалуйста, дайте знать своим партнерам, потому что это очень важно. С 10 по 12 ваши партнеры, кто будет на тот момент в Индии, смогут посетить стенды, потому что посещение действительно бесплатное. И этот штат, находящийся на севере Индии, имеет, как я сказал, проблему так и с рельефом, так и с сейсмоопасностью. И на сегодняшний момент используется специальное покрытие, которое могут выдержать чуть больше 10 лет, потом дороги меняются. Ну, естественно, не каждые 2-3 года, а в некоторых регионах каждый год и полгода, как на территории Российской Федерации, к сожалению. И, естественно, министр городского развития был заинтересован полностью, чтобы использовать ту систему, которая побеспечивала бы стойкость и жизнедеятельность именно пути в районе 100 лет. То есть это как вантовые, висячие мосты и так далее. И это послужило отправной точкой, что да, мы проект Skyway будем рассматривать. Многие спрашивают, когда же начнутся эти проекты. Опять же, со слов министра городского развития, я могу сказать, что примерно в конце августа начнется осуществление данного проекта. Сейчас готовится группа инвесторов, и, собственно, ведутся обсуждения. Я думаю, что будут какие-то телодвижения, подписания меморандума о сотрудничестве либо до выставки, либо на ней. Эффект от выставки, я уж боюсь предположить в хорошем смысле этого слова, потому что в первый раз мы приехали на индонезийскую выставку Railway Tech, и там действительно был произведен фурор. Родились на глазах несколько мощных адресных проектов в Индонезии. И более того, возможно, после Индии, также по территории Азии, в различные страны Виктор Игоревич Бабурин и Анатолий Эдуардович отправятся уже по заключению соглашения по созданию управляющих компаний. Я думаю, что в том числе Индонезия и уже обсуждение конкретных проектов, потому что конкуренты там не дремлят, и наши партнеры нам об этом сообщили. Соответственно, они максимально желают, так же, как министр городского развития Химачалла Продэш желает использовать только технологию Skyway. Вот там, естественно, тоже партнеры заинтересованы и со своей материальной точки зрения, и с пользой и выгодой для конкретного региона, для конкретного правительства региона, чтобы выиграла наша технология. То есть тут, дорогие друзья, я могу сказать, полная синергия по адресным проектам. Ну и далее, опять же, отталкиваясь от этого проекта, кстати, в этом штате проживает Далай-Лама, и примерно более полутора миллионов каждый год посещают туристов со всего мира. Я могу сказать, что с внедрением технологии Skyway, с пониманием, что не будет никаких транспортных заторов, пробок, не будет такого понятия, как час-пик, ну, то есть оно на часах будет, но в понимании, что сложно будет добраться до Далай-Лама, не будет такого понимания вообще. То есть оно уйдет в небытие, и этот туристический потенциал увеличится, может быть, в 2-3, может быть, в 10 раз. И, соответственно, я уж не говорю о том, что, возможно, произойдет и встреча с Далай-Лама. Я искренне этого желаю нашему всем любимому проекту и лично Анатолию Эдуардовичу, чтобы Далай-Лама благословил с точки зрения индийской религии наш проект. И, соответственно, тут также это окажет влияние и вообще вот на развитие адресных проектов на территории тех стран, которые связаны с индийской религией, которую проповедует Далай-Лама. И, соответственно, далее будет уже расширяться сеть Транснет, как мы это закладываем в каждой стране. Будет планироваться связка высокоскоростной трассы. То есть это будет уже одна из столиц близлежащих штатов Шимла, с Дармсалой город. То есть протяженность такая, что на автомобиле сейчас необходимо ехать 5 часов, на автобусе все 9 часов. И я это четко понимаю, потому что много путешествовал, и понимаю, что такое горный серпантин, насколько в таких регионах нужна технология Skyway. И, естественно, индийцы понимают, что мы не просто природоподобная технология, мы природная технология. И в логике их религии, в логике их мироощущения и мировоззрения это абсолютно играет роль. И Анатолий Эдуардович неспроста может стать героем, национальным героем Индии. И я думаю, что это будет абсолютно заслужено. Поэтому строй Skyway, спасай планету. Строй Skyway и строй новые сельскохозяйства и новую экологию. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо, Алексей. Так, вы видите, как всегда, очень интересно. Будем ждать уже теперь от Алексея, как непосредственно участников событий репортажа из Индии. Вот, он будет и там на ряде интересных переговоров и на вот этой выставке. И я думаю, что либо включение, если получится, там Перископ или ВКонтакте, Алексей вещает, либо уже на следующем вебинаре репортажи с записами. Он обязательно вам покажет, и мы на вебинарах это обязательно вам продемонстрируем, чтобы было представление. Для тех, кто только входит и кто столкнулись, то есть задача, наверное, мы уже сейчас не обращаем внимания на новичков, потому что новичков не так много на каждом вебинаре появляется. В основном все ходят, кто уже в проекте. Вот, поэтому, ну, где еще, кто неожиданно там попадают или каким-то образом, ты сама, к нам заходят с точки зрения входа в проект, то это, конечно, сейчас важная как информация для принятия решений и для себя как утверждения в проекте. Вот, поэтому у нас после каждого вебинара с Алексеем огромное количество и вопросов, которые пишут, и в чатах идет очень серьезное обсуждение, у нас целая серия чатов, там, различного уровня, которые, и, соответственно, на все это мы реагируем, делаем и даем разъяснение. Вот, естественно, что, друзья, если кто-то сталкивается с тем, что идет непонимание или неверие, это, друзья, ничего страшного, здесь всегда один ответ, друзья, подождите, там, еще месяц, два, три, пять, ну, там, год, и вы увидите совсем другое, там, через месяц одно, через три месяца, другое через полгода, третье, через год совсем четвертое. Вот, поэтому единственное, что я не веду разговоры и сразу прекращаю всякую болтовню, когда мне пытаются сказать, что я три года наблюдаю за вашим проектом, и у вас ничего не изменилось. Я сразу же выключаю трубку, и тот, кто мне его привел, говорит, больше мне таких болтунов не приводить и не делать, потому что сравнивать проект в состоянии, как он был три года назад и сегодня, это просто неразумно. И человек, который произносит такие слова, мне просто неинтересно общаться с ним по его интеллектуальным способностям, потому что мы только полтора года назад зашли в Марину Горку, и то, что мы сегодня демонстрируем и показываем на весь мир, особенно 1 июля Экофес, который пойдет, это, друзья, сказать, что ничего не изменилось за три года, ну, знаете, так сказать, это все равно, что наблюдать за биткоином. Тут я смотрю за вашим биткоином, и биткоин за три года с ним ничего не произошло. Ну, что я могу сказать? Если у человека ничего не происходит, то можно, наблюдая еще три года. Через три года, еще зададим вопрос, если через три года опять же встанет вопрос, что опять ничего не изменилось, ну, значит, у тебя в этой жизни вообще ничего не меняется и уже, наверное, не изменится. Вот что самое главное. А те, кто наблюдали за проектом, три года назад, два года назад, и вот мы показывали в прошлый раз, ну, очень серьезного, там, нового и друга, и товарища, и бизнесмена, вот, который финансировал еще в начале 2000 года строительство первого экотехнопарка в озерах под Москвой, это где вот был именно путевая структура и продемонстрирован дедушка сегодняшняя, и не байка Юнигуса, это ЗИЛ-131, вот, то он тоже спустя, вот уже почти 16 лет, когда он отошел к проекту, буквально несколько месяцев назад опять вернулся и опять работает как активный менеджер, создает управляющие компании, адресные проекты, и активно сейчас в бизнесе, вот он вместе с Алексеем, мы тоже увидим, летит в Дели на ведение, сейчас он в Париже, тоже на ведение переговоров по адресным проектам, и мы еще много увидим, и я очень рад, что такие люди возвращаются в Skyway, которые какое-то время назад отходили, но это говорит о том, что мы сегодня понятны, мы сегодня привлекательны, уже даже для такого крупного бизнеса, как вот у Дмитрия Владимировича Терехина, который сейчас вошел и занимает достойное место уже в сегодняшнем проекте. Вот очень много, друзья, мы сегодня сталкиваемся, что люди, которые услышали о проекте три года назад, инвестировали, потом не занимались, не входили в проект, сегодня они видят то развитие, и те цели, и задачи, к которым мы пришли, и которые дальше ставим, они сегодня приходят в проект, работают в проекте, и соответственно, опять активно, принимают активное участие. Вот поэтому, друзья, и еще раз мы говорили, что мы декларировали, показывали, и на Экофесте вы увидите там ряд инвесторов, которые уже входят довольно-таки крупными инвестициями, соизмеримые с миллионами долларов. Это тоже, друзья, показатель того, что к проекту есть доверие, что проект интересен с точки зрения бенчурного, уже крупного инвестирования. Вот, и это как раз позволяет утверждать то, что либо до Экофеста, либо сразу после Экофеста будет смена очередного этапа, переход уже на десятый этап, потому что 1 июля будет продемонстрировано очень и очень много. Вот, поэтому, друзья, тут было предложение как по тезисам подведения итогов, но, наверное, это для тех, кто опоздал, тут я, с одной стороны, сейчас очень хорошая практика идет от наших партнеров, когда вебинар уже раскладывается на тезисы, я очень благодарен нашим партнерам и друзьям, которые это делают, которые показывают сразу тезис. Потом есть всегда запись. ну а если коротко, для тех, кто только включился или там, соответственно, не сначала смотрел вебинар, сегодня, друзья, наша задача была показать именно син-энергию направления инженерной школы Юницкого, которая разрабатывает несколько, казалось бы, между собой несвязанных направлений. Одно из них, это именно связано с Юни-Скай, это Юни-Скай, Сойл, это все, что связано с землей, вот, соответственно, это производство гумуса, это биоинженерные технологии, которые, накладывая на возможности транспортных коммуникаций Скайвэя, позволяют абсолютно делать новую среду обитания. И синергетический эффект, который идет и в сельском хозяйстве, то есть мы говорили, что линейный город, город, в котором жить 500 миллионов человек, соответственно, может прокормить, может прокормить 500 миллионов человек. Тут идет активное обсуждение, друзья, откуда возьмутся эти 500 миллионов человек. Здесь, друзья, все вопросы демографии и вообще это показатель, это производное от экономики, производное от мышления. Поэтому я, как вы уже, наверное, видели, слышали, буквально два месяца назад был в Израиле, так вот в Израиле 4 ребенка в семье, это считается малодетная семья, 4 человека. Соответственно, то, что в России сегодня 2 ребенка, это уже считается много, это как раз следствие той политики, следствие той экономики, следствие того, что происходит в стране, а не результат. Поэтому Андрей правильно написал, что когда у каждой семьи даже, скажем так, молодой семьи будет дом в 500 квадратов, будет хорошая обеспеченная работа, соответственно, образовывать детей, то этих детей будет не один и не два, это само собой. Второй вопрос, друзья, очень много сегодня русскоязычных и вообще именно русских по корням людей живет по всему миру, и они с большим удовольствием жили, если бы им кто-то дал условия, мы дадим эти условия. И третий вопрос, друзья, разумная миграционная политика, она всегда развивает территорию, и если мы создадим нормальные условия для переезда сюда людей, которые принимают логику и принимают условия, которые выставляет именно Россия и русская культура, и могут в этой культуре жить, то почему здесь не обеспечить хорошую работу с хорошим климатом, с хорошим... Поэтому это, друзья, только вопрос подхода, вопрос политики, экономической, социальной, миграционной, и еще очень много направлений, это все государственное управление, и при всех этих составляющих, друзья, никаких проблем не вижу, чтобы в этом городе, линейном городе жило и 200, и 300, и 500, и, соответственно, еще более человек. Вот, и вся эта логика скоростных трасс, то есть, это же вся логика по всему миру, что все население Земли будет именно формироваться вокруг этих линейных городов, и со временем, то есть, в течение 10-15 лет именно будет логика линейных городов, где все расселение будет идти только вдоль скоростных трасс Skyway. Это естественная логика, и от нее, так же, как в свое время селились на берегах рек, селились на побережье, потому что было именно время океанских и морских стран. Сегодня приходит благодаря Skyway время внутри континентальных трасс, потому что Transnet открывает возможности, и мы сейчас ведем переговоры по работе и с такими государствами, как Вьетнам, такими государствами, как Монголия, Казахстан, для которых именно возможности Skyway открывают абсолютно новые перспективы, это и весь Северный Китай, что, друзья, это практически весь мир. И сейчас, если говорить, что направления, которые открывают новые абсолютно возможности, именно находясь в эко-мире, в эко-гармонии, то есть, когда Вы живете в экологическом чистом месте, Ваши дети бегают по траве, Вы можете без пробок в любом направлении перемещаться и, соответственно, и до работы, и до места, соответственно, отдыха перемещаться очень комфортно с помощью нашей системы Transnet, в основе которой лежит Skyway. Вот это, друзья, все позволяет говорить о том, что будущее, которое мы строим с помощью эко-мира, оно будет радикально отличаться от того, что сегодня. То есть, не будет проблем пробок, в принципе, когда люди тратят пол жизни сегодня, находясь за рулем в автомобиле, не будет такого понятия, как отравление продуктами, когда люди потребляют некачественные продукты, не будет потребления некачественной воды, соответственно, все это мы платим здоровьем и сокращением жизни и качества жизни, то есть, болезнь. Соответственно, это будет абсолютно экологически здоровое с точки зрения перемещения, потому что Вы можете возможность обладать заниматься спортом, и у человека постоянно будет возможность получать физическую нагрузку от того, чего тоже сегодня лишила нас цивилизация. Мы либо сидим за компьютером, либо за рулем автомобиля, поэтому сегодня возможности даже ходить негде, потому что физически нет времени. Это тоже все вопросы будут решаться, и это как раз то, что мы сегодня делаем, то, что создает с технологической точки зрения решения задач, это инженерная школа, которую создал Юницкий, которая сегодня продвигается по всему миру, и это то, что сегодня создает новую, скажем так, экосистему, которую мы назвали Экомир, и это название пришло еще из работ Юницкого, которые он делал по заказу Российского фонда мира, Советского фонда мира, еще в конце 80-х годов. Поэтому это сегодня развитие тех идей, которые сегодня закладывают. Там будет и справедливая форма работы и распределения, и совсем другая финансово-денежная система, которая будет работать на новых технологических системах, где не будет монополии, где не будет искусственной инфляции, где не будет искусственной эмиссии, все будет привязано к производству и к реальным продуктам, где будет абсолютно другое информационное пространство. Это все, друзья, то, что сегодня создается, делается, и я считаю, что Юницкий уже как автор и направление именно эко-мира сегодня может решать те серьезнейшие проблемы, перед которые мы ставим, и которые сегодня уже технологически с нашей точки зрения имеют решение, и мы с вами, друзья, приступили к их внедрению. Поэтому, вот если кратко подводя итоги, что на сегодняшний момент мы с вами создаем ту платформу, ту условие, которая техногенную цивилизацию очень многие проблемы цивилизации, включая даже те конфликты сегодня, которые идут за территорию, за ресурсы, за чистую воду, за рабочие места, то есть о том, чтобы была возможность работать и кормить детей. Вот это все, друзья, те задачи, которые решаются именно с точки зрения инженерных решений. И на сегодняшний момент наша задача это декларировать, а следующий момент благодаря финансово-экономической правовой системе, которую мы отстроили, это иметь возможность, это демонстрировать. И да, сегодня очень многие там злые языки, злопыхатели, завистники, конкуренты пытаются очень много и очернить и Юницкого, его школу, его последователей, всех нас, как инвесторов. Это, друзья, ничего страшного, у нас есть один ответ на все эти вопросы. Друзья, вы все увидите. И поэтому мы регулярно все показываем, мы абсолютно открыты, идут репортажи, идут вебинары, мы все показываем, то есть все, кто хочет, имеет возможность приехать в Экотехнопарк и увидеть все своими глазами, даже такие засранцы, как из онлайнера, которые приехали, увидели и потом написали пасхи, за это сейчас очень хорошо ответили в суде, это тоже, друзья, такая возможность у всех есть. и 1 июля на Экофесте, где у нас с вами будет возможность увидеть и оценить все это своими глазами. Это, друзья, как промежуточный такой, но очень важный момент перехода технологий в новое качество. И здесь я могу сказать, друзья, что адресные проекты, начиная с 1 июля, они сейчас-то, друзья, генерятся вам, могу сказать, ну просто каждый день и по мере того, что я участвую в очень большом количестве переговоров именно по запуску адресных проектов, я могу сказать, что адресные проекты по эффективности, по экономической такой востребованности, они все более и более интересные. И мы не обо всех проектах пока вам можем говорить, но в ближайшее время вы все это увидите. И это как раз как горизонт целей с вами, особенно после Экофеста, начиная с сентября и октября, у нас с вами уже будет реестр адресных проектов, уже начнется, соответственно, оборот обязательств, которые есть, то есть, как мы это называем, внутренняя электронная биржа, мы тоже, друзья, над этим работаем, но всему свое время, все постепенно, это не все в один момент, не все можно начинать сразу выпускать, но я могу сказать, что все будет, друзья, все будет, и запуск своей криптовалюты, и своих оборотов обязательств, и выхода на биржи, и ICO, это связано с криптовалютой, и IPO с обязательством, но, друзья, не все в один момент, поэтому имейте немного терпения, имейте здравого смысла, и дальше, друзья, все у нас будет, и особенно, кто видел, друзья, на прошлой неделе, когда мы показали первый прогон Юнибуса, вот, все, друзья, это еще и говорит о том, что все, друзья, будет, но всему свое время, поэтому, друзья, давайте, кто будет с нами вечером, значит, до вечера, вот, соответственно, примерно в таком же плане мы будем проводить вебинар в 20 часов с Алексеем, в 21, это у нас Юнискай вебинар, который сейчас идет для венгров, словаков, хорватов, сябов, итальянцев, немцев, по-моему, опять не включили, и чеков, вот, это, кстати, друзья, которые сегодня являются основными партнерами, основными крупными инвесторами, кто входит в проект, вот, поэтому, это несколько другая логика, вот, поэтому мы развели русскоязычный перевод, где надо ввести с переводом, поэтому, кто из вас хочет, можете тоже к этим вебинарам подсоединяться, там есть несколько другая логика, в общем-то, она такая же, но для европейского менталитета, для европейских людей мы несколько меняем этот подход, именно адаптируя его к нашим европейским друзьям. Как я уже говорил, на следующей неделе Алексей будет 10-го в Дели, я буду сначала в Братиславе, потом у нас будет конференция в Италии, в Падве, по-моему, да, в Падве, вот, также будем обязательно репортажи по Перископу, будут включения, поэтому все, кто хотят быть в курсе событий, все, что происходит, у вас всегда такая возможность будет. Если получится, то еще и проведем вебинар, наверное, вечерний, но если нет, друзья, мы эту информацию дадим, тоже прошу отнестись к этому с пониманием. Соответственно, с 17-го числа, это через среду, с Алексеем мы уже будем в обычном режиме, поэтому расскажем и поделимся с вами все, как говорится, из первых уст. Вот, и на 20-е мая, на 12 часов, у нас намечен телемост, соответственно, также с последними новостями, именно с подведением итогов, это, наверное, будет последний телемост перед Экофестом, вот, именно в преддверии уже нашей общей встречи 1-го июля, до которой осталось 58 дней. Ну все, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Строй Skyway, спасай планеты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова